Не снимай плескать! Нет, мое зеркальто, скажи на всю правду. Ну, Юля, я хотела подводку сделать, а ты про шаверму говоришь. Мозы вокзала. А где вот это, вот это? Привет, ребята, опять. Меня по-прежнему зовут Дарья. Сегодня у меня в руках не будет укулере, потому что это новый выпуск Моменты в жизни. И в новом выпуске Моменты в жизни я вам расскажу, что же происходило со мной и нашей общины Тарфрендхауса за весь этот месяц. Так что садитесь поудобнее и погнали смотреть. Моменты в жизни Сегодня у нас с вами суббота, а это значит время культурного просвещения, и мы идем в океанариум Нептун. С Шулькином пойдем смотреть на рыб. У него просто аквариум маленький по сравнению с этим. Мне просто приходится и для инстаграма писать вам вот эти подводки, и для моментов жизни. Сложно, да, понимаю, все заколебали, мне уже слушать по два раза подряд, но и ту же шутку. Здесь обитает настоящий крокодил. Это маленькие всякие-то рыбешки. Я вам сам спрашиваю, типа, он что их не ест? Он говорит, как видишь, возможно, это их будет. Очень много народу и очень шумно из этих детей. Таких креветок Александра говорит, что они супердорожущие. Зачем мне какой-то аудиогид? Вот, пожалуйста, есть мосьер. Хорошо, что я пошла с Александром в океанариум. Он мне рассказывает все про рыб, как их кормить, как за ними ухаживать, что это за рыбы, даже несмотря на эти таблички. Рыболов наш, рыболов. Самая главная боль Александра, это золотые рыбы. Напоминаю, что они у Саши были, но они трагически погибли. Ну, посмотрим, какой так, Саша. Тебе нравится? Я же заколебала. Мне нравится. Как всегда, очень много детей. Они орут, перещат, я не слышу рыб. Мне кажется, детям больше нравится вот этот скалат. Я не поленилась. Я плачу уже внутри себя. Мне реально обидно, я хотела наггетсы эти. Я потратила, блядь, 70 рублей, я могла сходить в эту пятерочку купить пачку наггетсов. Но я не сделала этого. Я зашла по вот этому сайту, оставила этот код, у них типа какой-то выдает ошибку. Я сейчас завожу вот эту отзывную штуку, и у меня идет пункт. Мой заказ собрали правильно? Нет! Мой заказ не собрали правильно, от слова совсем. Я получила... Я вообще не получила ничего. Мне не выдали, мне не выдали, мне не выдали, мне не выдали не все за... Качество продукции. Я даже не знаю, с чем сравнить, меня вообще не положили. Какова вероятность повторного визита? Не пойду, маловероятно. Меня грабежили. Грабеж, грабеж. Меня грабежили. За рыбу между булочками 145 рублей. Укажите, пожалуйста, ваш пол. Вас что, это интересует? Может, я не бинарная? У меня просто... Оно, а мимик. А какая разница, не понимаю, сколько мне лет, сколько часто я хожу. Я хожу очень часто. Один раз в неделю хожу, и тут такую... Поставили свинью. Что вам не понравилось? Мне все не понравилось. Я хочу, чтобы со мной связались. Так, что вам нужно? Ждем вашей встречи. А вы думаете, я приду к вам? Я просто так расстроена здесь. Я очень хотела эти наггетсы. История получила продолжение. Сегодня утром. Мне звонили. А догадайтесь, кто? У меня есть. Да. Поставили жалобу, да? Вам наггетсы не положили. И соус не тот. Я говорю, да. Вы можете прийти. Мы вам, типа, можем дать заказ или деньги. Я говорю, я хочу есть. Мы вас будем ждать. Вы к менеджеру подойдитесь. А мы вас когда ждем? Я говорю, ну, наверное, часа через два. Хорошо, вы приходите. Мы пойдем сегодня в МАГ, да? Моими наггетсами. Просто, ребята, если вам в МАГе что-то частая проблема, что они не докладывают, забывают, понимаешь, большая текучка, проверяйте первое на месте. Второе, если так получилось, как у меня получилось, просто вставляйте вот это тот. Такая вот история. А это Биба. Биба в шоке. Наггетсы покушаю, не представляешь. Да у меня реально трагедия. Я так расстроилась. Я впервые в жизни, реально, я впервые в жизни решила купить отдельно наггетсы без картошки. Все, восторжествовало. Все то, что я хотела поесть. Справедливость отрождествовала. Менеджер, где мы ходили, вот это в Макдональдсе, очень душка. Прямо такой, извините, пожалуйста, самый горячий наггетс мне отдал. Рада, рада, счастлива. Моменты в жизни. Мы приехали в Гатчино. Тут, посмотрите, сооружение какое. Я не знаю, мне очень оно нравится. Не знаю даже чем. Мы прям пришли сегодня в хорошую погоду, в хорошую природу. Мы сейчас найдем где-нибудь такое место, чтобы он вот такой вот эти сняла. Чтобы я вот так, типа, аааа. Мы могли взять Мак и здесь устроить пикник. Смотрите, Маша вообще у нас слилась, ее там не видно. Юля, давай, 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 клип снимаем. Какую песню? А, давай, Лепси Ха, Лепси Ха, Лепси Лайппи, маме Ха. Давай. Маме на доллар. Ой, как красиво выглядит. Прям хочу снять. Давайте. Оп, оп. Представляешь, пока я сниму эти моменты жизни, точнее смонтирую, уже будет зима. Сегодня у нас с Сашей два месяца, как мы ходим по субботам куда-то на какие-то мероприятия. Юбилей два месяца. Находится какой-то пиратский дворец, но я вчера пошутила, что там можно скачивать всю сторону так. Наслажаемся погодой, природой. Мы можем селфуху сделать. Селфуху сделать? Ооо. В принципе, мне нравится. Тут масштабненько, объемненько, дышать есть, хотя народу много, потому что бесплатный этот парк. Держи, подарок. Что это? Ну-ка. Вот. Ты коллекцию, что ли, собираешь фейзажи? Да. Времена года называется. Ну, еще мы сделали на память такое селфи. А что там? Ооо, какие. Лучше это, слушай. Ну, Юля, я хотела подводку сделать, а ты про шаверму говоришь. Мозда вокзала. Мы нашли Сашин мост. Раз. Вы смотрите, какой он раньше был и какой остался. Не быть и казаться. Ну, такой разрушенный, прям капец. Юля пошутила о том, что эта фотография как из фильма ужасов, потому что тут такая девушка в шляпке. Да, только потому что девушка в шляпке. И сегодня. Ну, смотри, она находится там, реально, типа, и когда ехать. Они не будут пешком ходить. Это что-то рядом с домом построить, да? Не хотели на природе. Нет, на самом деле очень красиво. Вот это покажу. Тут это старая фотография, особенно вот мужичок. Прикольно понимать, что это раньше было прям место для Чима, для Растабона. Мы гуляем по Гачине, и Саша говорит, я хочу сварить компот. Вот этот вот компот он сварил. И он говорит, может быть, сегодня какой-то интерактив сделаем? Мы уже делали такое. Я, правда, не снимала, потому что там... Я не знаю, почему я не снимала, потом сидела, думала, блин, надо было снять. Короче, мы делали какой-то день коктейльную вечеринку. То есть каждый из нас делал свой коктейль и презентовал. Говорит, а давайте мы сделаем блюдо с яблок. Девушки такие, нет, не хочу. Говорит, давайте мы отметим яблочный спас. У нас apple party. Что в итоге? Саша все-таки компот свой сварил. Потом я уломала Машульку и сделала запеченные яблоки. Вон, пожалуйста, они крутятся и вертятся. И я решила посмотреть какой-то там рецепт. Один из простых. Там женщина объясняла, что она детям всегда это готовит. В общем, короче, какие-то мягкие печенья с яблоком. Что вы думаете? Она говорит, что рецепт нужен там за 180 градусов. За 10 минут они у тебя спекутся. Мы уже 30 минут сидим, они у меня не пекутся. Но пахнет приятно. Я на них очень ставлю, потому что у меня это второй опыт. Духовка, первый опыт. Вот у меня, пожалуйста. Ну что, Машульк? О, слава тебе Господне, ничего не сгорело пока что. Ну зачем-то горячее-то. Ну горячее. Тесто вкусное. Снимаешь? Снимала. Дорогие мои коллеги. Я соратники. Сегодня мы с вами отмечаем поистине великолепный праздник славян. Это яблочный спас. Но мы живем у нас в первенойке, поэтому Apple Party. У нас у всех Apple, телефон Apple. И поэтому каждый из нас так получил, что приготовил свое яблочное блюдо. Все началось с Сашиного кампота. И продолжил с остальными яблочными кукингами и смузями. Сейчас мы будем презентовать, естественно, каждый свой яблочный. Веган-френдли. Спонсор нашего сегодняшнего пати. Перекресток с его скидкой 49 рублей с сезонными яблоками. Я презентую свое Apple Cookies. Ты забыла сказать про то, что у нас еще яблочный свеча. Конечно, всю атмосферу делает. Яблочный. Она почти что закончена. Яблочный сейчас окей. Ну, короче, это рецепт 10 минут. 10 минутка. Очень быстро. Это вообще нужно было готовить в духовке. Духовка была занята печеньюхами, которые 30 минут готовились. Вот, и я засунула микроволновку. 10 минут, вот, пожалуйста. Внутри тут вот и этот фундук, абхазский фундук. Это кампот. Кампот. С изысканными углеводами в виде сахара. Ммм, углеводики. С лучшей хрустальной водой из хрустального колодца. С сочнейшими сезонными дойными яблоками. Наливными. Наливными из Кубани. Кампот. Смузи, сделанный из яблок. И спасибо самокату за бананы и йогурт. Есть еще корица, кстати, да? У меня уже изжога началась, кстати, я вот этими перекусами ямочные. У тебя был перекус в виде яблока? Слушай, прикольненький на самом деле. Учителя для нас, вы свет в окошке. Свет в нами, свет ума и теплоты. Это моя мама и папа. Заткнись! Дорогая Дарья Олеговна, мы как истинные, во-первых, друзья, во-вторых, ученики прилежные, поздравляем вас. Дарья Олеговна, я сейчас на карту. Какие-то учители это мы решили. У меня не было ленты, поэтому... Вот, вот, вот с орехами, прям, самые любимые. Какой-то у меня день рождения. Я так счастлива. Чай пакетика. Уже пахнет орехами. Эх, вот это самое главное. Это самое главное. Это не жен. Не поменяли этот дизайн. Это ж... А где вот это, вот это? Пахватно? Не жен. Вы сейчас знаете, чем можно вас оставить? Оставим эту коробку, у меня бабушка постоянно так делает. И лежит у нее на столе. Мы пошутили сейчас, что мы сидим в коморке, это учительская. Я учительница музыки, Саша у нас тут дарить. Ну и пошутили. Машулечка у нас математичка. Я не физрук. А я сказала, кто ты? Трудовик. Я не трудовик, это она трудовик. О, божешник. Я информатичка. Юля у нас учительница английского. Машулечка, Маляковский. Уроки технологии ведет девочкам. На полставке. На полставке. Блин, вот это чефир. Даш, ты же любишь чефир, для тебя кто? Майс. Я помню, как она в столовке самый дешевый чай по 4 пакетика просто заваривала и ждала. Да я первый раз видел я. Моменты жизни. Моментный день непонятно какой. Юля у нас до сих пор плетет. Вяжет. Этот шьет, этот плетет. Слушай, оставь так, оставь так. Это модно, это сейчас стильно. Покажем. У нас вчера Александр рисовал картину. Он у нас художником решил быть. Вот Бима сейчас села и смотрит. Александр, смотри, у тебя ценительница твоего искусства. Успела. Вот это пусть жусей. Нам недорого бусы. Вижу. Смотрю туда или туда, где ты там будешь. Дальше не для инстаграма. А, да. Мало того, что мы пришли снимать. Нет, давайте начнем из-под пола. Мне кажется, вы вообще не знаете, что сейчас происходит. Это мой давний друг Кирилл. Семь лет. Мы жили еще в Челнах. Потом он уехал в Казань. Мы в итоге сколько лет? Уже очень много лет дружим. Он переехал в Питер жить. И мы сейчас с ним, собственно, видим себя много чаще. И он у нас стал тиктокером, музыкантом. В общем, сейчас он расскажет такую историю. Я его специально попросила вам ее рассказать. Она меня специально сюда позвала. Да, чтобы рассказать всю правду шоу. Мы с моей близкой подругой сделали, решили, знаете, посмеяться, похохотать. Делать стебный кавер на инстасамку в эльфийском стиле. Мы были уверены на 100%, что люди как бы сочтут, что это какая-то ирония. Потому что, ну, извините меня, Петя, в моей жопе импланты, в моих сиськах импланты. Но шутка зашла немножечко далеко, потому что под этот звук неожиданно как-то начали снимать люди. И когда было 100 видео, я в этот момент был в Саратове. И я смотрю, мне что-то приходит постоянно обновление, хотя я ничего нового не выкладывал. И я захожу, перехожу по звуку и вижу, что инстасамка сняла видео под наш звук. Мои жопы импланты, в моих сиськах импланты, они мне платят и платят, платят и платят. И понеслась душа в рай, понеслись подписки, понеслись. А сделать и полную версию, ну, собственно говоря, мы и сделали. Когда мы выпустили официальный клип на нашу песню с инстасамкой, знаете что? Она выпустила клип на песню Джуси, которая вышла уже, по-моему, относительно давно. Ну, в общем, она, знаете, она поняла, что у песни Джуси есть потенциал, что она сейчас вирусная и хайповая. Увидела наш клип и такая, так, собираем команду за 24 часа. Вы представляете, насколько далеко мем зашел? Моменты жизни, моменты жизни. В этот раз у нас есть Макомба, Юлечка, Муба, Ракшина и Зелана Макомба. Чьё? Настя являет. Агент шоу. Как она там? Настюша, опасность? Приветики-пистолетики. Ха-ха, и виниры надо сейчас сюда. Сегодняшнюю субботнюю традицию мы проводим в Икеа. Приколы в Икеа в том, что ты просто идёшь прямо, на что-то наблюдаешь. Ребята захотели купить новый свеч. Ну, что-то не ломай, ломай. Давай, как Саша у нас смотрит на все вещи эти. Протно, брошай. Короче, ребята хотят покупать свечки, но прикол в том, что мы покупаем эти свечки и как бы особо-то ими не пользуемся. Ну-ка, а Шулик? С корицей. Прям корица. А, я же люблю корицу, что это сделать-то? Забыла. Шулик у нас нашел рейки, которые ему нужны. Юлечка что-то расстроилась за него. Оцените новый цвет Юли, мы брак шли. Новый цвет Юли. Новый цвет Юли. У нас роковая режима, да? Короче, мы нашли два стула. С поджогником. Это очень важно. Ради чего мы еще приехали? Ради рейник. Ради рейник? Саша рейки не нашел. Ради цветов Саша цветы не те нашел. В общем, сейчас сидим, что ли? Машулик у нас покинула. Куда-то ушла? Видишь, какой жилетка? Какой жилетка? Куда? Я свяжу себе такой жилетка. Вы посмотрите, Машульки, какая получилась пижамочка. О, покрасуемся. Ивановский трикотаж. Кто же, кто же, кто же, как же, кто же с кем-то? Интересно, Юль? Нет. Тайямба. Кукабе. Поднасрала. Полетов. Подожди. А можно узнать? Подожди. Можно четверку синюю перехрюк поставить? А-а-а. Что, вы чего наебать ее, да? Как ты? Юль. Игра продолжается. Следующий раунд за мной. Она меня уже назвала сегодня тупой. Я не говорила. А Машу она вообще уродина назвала. Я сказала, что я ставлю на Юлю, потому что Маша умная, а Юля красивая. Вот так я скорбилась. Но я хотела их поддержать. Поддержала? Поддержала. Но поддержка была, ну, приятно. Поддержка была хорошей. Ну что, хотя бы на меня ставят. Моменты жизни. Машулька у нас довязывает свой носочек второй. И Саша пошутил сейчас такую шуточку, Саш. Давай, let's go. Да Машулечка перестанет вязать. Мне любима, ты так присажешь шить. Перестанет вязать, я тебе скажу. Ты что, завязала с этим всем? На трилюке завяжну. Маш, сделай такой вот стоп. Как ты умеешь? Каш. Это все делается. Ты всегда так делаешь. Ну, скажи сначала брать руку. Давай, поз, поз. Поза. Это наши игрушки такие. Мы шутим, что Бима как будто в ротаре. Ну, все, поза. Ручки. Ты что, показываешь как надо? Ну, ручки делай так. Я ему ничего не делаю. Машулька сейчас будет делать примерку своих связанных носочков. Ой, ой. Ой, ну-ка покрасуйся. Слушай, очень... Ножка-то поиграйся. Слушай, так прикольно выглядит. Причем сама ведь. Слушай, Маша, реально молодец. Смотри-ка, сплела. Посмотрите, какая красота сегодня в Питере. Это хорошая погода, природа. Это же Кирилл Север, о мой бог. Вы написали трек-кавер от Джуссер? Да, это наш. О, звезда. Всем привет. Сегодня мы с вами снимаем видео. Виде-тутериал. А, я думала, с тобой. Мы сейчас репетируем тик-ток, потому что это вот молодой человек, который захотел, решил снять тик-ток под эльфийскую музыку. Мы настоящие тик-такеры. Тик-так. Тик-так. Не зря закончил актерское. Мы пока клиперы. Да. Александр купил вареники, и мы сказали, оставь нам по штучке на пробу. Ну, что вы думали? Александр оставил наш. Вареники, а пельмени. Ты сам сказал, что это вареники. Девочки, пойдемте дегустировать. Моменты жизни. Для момента жизни, если что, девочки. О, мой бог. Всем hello. Hi. В общем, представляете, это девчоночки из команды Fly. Это самое забавное. Я хочу пожаловаться зрителям. Можешь, пожалуйста, поделиться? Давай, давай. Я же ездила на фестиваль 17 сентября. Мы встретились живую, наконец-то, со всеми ребятами, с которыми мы общаемся в интернете. И мы, Анлю, сказали, что мы живем и на одной станции. Реально. Вот у нас через ОН, грубо говоря, наши дома. Давай встретимся, погуляем. И что вы думаете? Прошел месяц. Прошел месяц. Прошел месяц. Это второй раз в жизни. Да, это второй раз в жизни и то, потому что Аджелина приехала сюда из Москвы. И она еще переезжает через три недели. Она скоро еще переезжает, а мы так и не погуляем. В парке, на лавочке не посидели. Надо погулять. Короче, я просто хочу такой, типа, что вот три такие тиктокерши классные, укулеле. Да, это будет вафлайк. Сначала я себя показываю, такая там мусочка играет, типа таратан. Потом такая, ова, Даша. Я все-таки, это что, сама Даша Герпич? Все вообще офигеют. Я напишу укулеле тиктокерши Сиярусси. Потому что кто, если не мы. Потому что фреш, потому что хай, потому что джусси. Она собралась нас учить снимать. Тори. Я ей говорю, поставь пофонтальному, типа, на заднюю камеру. Как они снимают тикток? Да я уже просто таймер поставила. Это придется опять его ставить. Юлечка, welcome, рассказывай, что произошло. Спасибо, что расскажешь. Короче, каждое утро я просыпаюсь с того, что Юля будильники. Очень громко будильники. Она их не слышит, но при этом мы с Дашей слышим. Я каждый раз подхожу к ее двери, а у нее дверь закрыта, я не могу ее разбудить. Я ей звонила мобильный. А то, что у нее на будильнике звонит такая же мелодия, как на звонке, то она и тем более, блядь, не просыпается. Я сейчас попросила Юлю купить мелодию, самую, которую она не любит, чтобы она просыпалась. И какая-то... Готовьтесь, как-то? Я первая, если я буду под это так же спать. Юля сказала, что зарплаты купит себе рентон за 22 рубля. С премией. С премией, извините. Дед вообще там облинился, посмотрите, как он. Красота. Тебя спалили, дед. Да-да-да. Реально? На первое место стоит. Мы с утра такие в 6.30. Юля, это что, мой дедник? Ты купи двое, 44 рубля потратишь. Это мой подарок тебе на Новый год. Но это топ. Это топ. Где ты? Кто смотришься? Нет, мой зеркальце, скажи, ну всю правду. Только попробуй купить эту ягоду маленькую. Маша! Маша! 22 рубля. Маша! Почему? Потому что ж хотела бы еще. Блядь, кринж на кринж. Тогда я хочу доджекет. Ой, а это крыло. Либо что-то убежало. Пришли к Саше в гости. Вон милечка. Такая малютка, хорошенькая прям. Сашовлик. Ты отец? Я сейчас просыпаюсь и вообще ничего не поняла, что произошло. Почему тут лежит хлеб? Откуда он? Походу, Бима опять ел в постели. У меня другого нет объяснения. Раньше он тут лежит. Бибиб, что ты там забыла? Аскорбинок дома нет. Шипучек тоже. Саша все съел. Ой, ой, аккуратно, аккуратно. Сейчас все это уронишь у нас. Ты это у нас любишь. Невинность, какая невинность. И сейчас. Она винная. Быва стала. Какая милюшка стала. Я думаю, сейчас тоже миленькая. А также будет карточка Победа задержала Рис. Ну это он уже предложил. Как тебе идея? Потом будут коммунальные услуги. Два коммунальных предприятия. Первое. Капитальный ремонт. Идея классная. Можно много чего добавить, а некоторые убрать. Если тебе понравился данный выпуск, то обязательно поставь ему лайк. Но если ты обожаешь смотреть моменты жизни, то на канале есть целый плейлист. Включай с любого месяца и наслаждайся. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok